Графена вращается вокруг другого. Это, понятно, ваша модель. А в реальности происходит вращение одного слоя вокруг другого без слоя? Вот те углы, которые вы зафиксировали, они стабильны во времени? Реально, конечно, вращение никакого не происходит. Обычно, ну, конечно, можно в слое графена вырастить методом CBD, например. Но, как правило, такие образцы детектируют просто при переносе из реактора на подложку для темп. То есть это либо наложение одного слоя на другой. Я не знаю, понимаете, вот вы в микроскоп смотрите, видите, некий реальный оборот. Стабильный, ничего не вращается. А во времени, через сутки, через двое, через трое, у вас угол разориентации одного слоя на другом и меняется? Ну, мы такие эксперименты не проводили. Вот хорошо, какие минимальные размеры или максимальные размеры такой чешуйки нужны для того, чтобы слои могли вращаться вокруг некой черной оси, один относительно другого. Знаете, я думаю, что между слоями есть достаточно сильное вандерваство притяжения, и по большому счету нет никаких оснований, чтобы слои вращались. Вот у вас плазморный эксперт, я хочу, чтобы именно, когда вы сказали, к свободно подвешенному графику. К свободно подвешенному графику. Это только расчет? Нет, это эксперимент. Это эксперимент. Тогда свободно подвешенный, что такое за эксперимент, что он свободно подвешен? Значит, это не високий партнер. Это на дыре. Он локализован на какое-то? На шерстной. Это на дыре. Это на дыре. Это на дыре. Спасажка. Да, что сделает. Подвошка. Да. То есть вот эти детали, эти все детали не важны, да? Для всего, чтобы подвешен. Гарина, потому что они не подвешены с подвешенными. Не важны. Вы можете показать, что они не важны. Насчет вот бердаловских природы. Вы имеете в виду бердаловские многокраники? Вот границы зерен в металлах и в кристаллах описываются бердаловскими многокраниками. Но там же трехмерная структура. Нет, она не имеет никакого отношения к бердаловским многокраникам. Когда мы говорим о граффити, под бердаловской упаковкой понимают упаковку типа АВ. То есть один атом находится четко над другим, а второй в целях... Это не бердаловский, извините, я про бердаловский. Нет. Другие бердаловские. Это просто термин, который... Ну, в общем, термин известен бердаловским многокраники. Это для границы зерен. Нет. И второй вопрос. Вы оптимизировали вот этот самый узел, или вы просто подгоняли подгоночный параметр угла разоритации, чтобы спектр описывать? Или у вас описывается спектр, вы оптимизируете угол и совпадаете с экспериментом? Вот вопрос. Оптимизация никакой не проводилась. Есть, в принципе, дискретный набор углов, которые можно описать в рамках элементарной ячейки. Вот это минимальное. Это минимальное. Я, которое, ну, существует, говорит о том, что в мере, когда поворачивает один, значит, другую, у вас оно гофрировано и получается один из слоев, ну, если так, гофрировано по отношению к другому. То есть меняется толщина вот этой и заряд. Про теоретическую говорите? Теоретическую, да. Поэтому вот это вот предположение, я считаю, что очень правильно. Знаем, статистические обработки сделали. Сказали, 50 случаев процентов. У вас там герналовская, по-моему, да? Это тоже литературный, да. Да. А вот слева, да, рисунок и к повернутому углу. Это что за... Это литературные данные для Сибиди. Сибиди или это... Да, вот это конкретно для Сибиди. А битрофетологически? Я, знаете, не занималась специально. А если бы вы являлись экспериментально? Да. И так? А, мы делаем практику. Да, конечно. Вот. Все, понятно. Спасибо. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok